Водород, йод или серо? Все три элемента на экране. Посмотрите внимательно. Я не буду настаивать на какой-то измерении. Не буду на вас давить. У вас есть время подумать и поразмыслить. Водород, йод или серо? Ну, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к вам. Самые непосъедливые. Я еще вопрос не задал, а вы уже терпите руку. А за что вы расставили подарки сейчас? Предыдущий, да? Не успеваем. Итак, переходим к вашим ответам. Вариант один. Водород. Поднимите руку. Я повторю вопрос. Открытие какого химического элемента приписывают кошке? Но это не значит, что кошка открыла водород. Это значит, что она помогла ученым каким-то своим действиям неправильным. Может быть, наоборот, правильным. Может быть, сподвигло. Совсем не значит, что кошка сама все села и написала даблицу венделей. Кто думает, что благодаря кошке был открыт йод? Вторая. Да. Ну и, наконец, кто думает, что сера? Спасибо. Третий я увидел. Значит, за водород никого. Как ни печально. За йод, кто у меня? Очень хорошо. А теперь, внимание, правильный ответ. Известно, что кошки не любят закрытых дверей. И, собственно, герой этой истории французский кот, химика Бернарда Куртуа. Кошки передвигаются, кошки наблюдательные. Они все время туда-сюда шныряют, поэтому и не любят, чтобы закрывали за ними дверь. Ну и, собственно, кот этого ученого не был исключением. Он прыгал по столу лабораторному и перевернул две бутылки. В одной из них накатилась концентрированная серная кислота, а в другой суспенсия золы, мудрости и гетаколи. Внезапно кот зацепил их и искачил. Все это упало на пол, смешалось. Сначала все это поднялось каким-то невероятным ядовим облаком, а потом, когда это облако осело, эти кристаллы, и он, собственно, и были кристаллы йода. Но это легенда. Верить это мы или нет, ваше право. Ну, красивые легенды, правда? Так или иначе говоря, что именно кот, собственно, открыл йод. А теперь, внимание, последний вопрос. Тоже вопрос из разряда мифы о кошках, но научные. Какому всемирно известному ученому принадлежит честь изобретения той самой кошачьей дверцы? Маленькая дверца в большой стандартной двери. И варианты ответов. Михаилу Ломоносову, Альберту Эйнштейну, либо Исааку Ньютону. Смотрите внимательно. Ага, для уносов изменения в наши правила, у нас есть супер-подарок, который мы вручим тому, кто первый у нас правильный вариант ответа. Служилось? Исаак Ньютон. Хорошо. Ваша версия? Ломоносов. А вы считаете, что Эйнштейн? И вы за Эйнштейном. Окей. Я прошу не выводить сейчас правильный ответ на экран, я только про историю расскажу. Открывать и закрывать за окошкой дверь. Это такая муха. Обычному человеку, который занимается повседневными делами, хозяйке, которая готовит на кухне обед, ребенку, который сидит дома и учит уроки после школы, да и вам после работы. Представляете, вы пришли уставшие, и вы это открыт-закрыт, открыт-закрыт. Но, естественно, и ученым тоже, ну, не очень с руки, когда от серьезной научной работы кошка отвлекает постоянное вхождение туда-сюда. И вот одному несчастному ученому не повезло с кошкой, она была уж больно активна. Она постоянно просилась гулять. Когда она выходила на улицу, она тут же просилась обратно. И вот это бесконечное вхождение и выхождение раздражало ученого до такой степени, что он не мог спокойно заниматься науки. Но это миф или легенда вам? Выбирать? Но ведь существует еще один миф, говорят тут. Именно ему на голову упало яблоко, и он открыл закон всемирного тяготения. Я вас поздравляю. Исаак Ньютон, правильный ответ. Будьте добры, супер-приз. Поднимитесь к нам на сцену, мы с удовольствием обручим его под аплодисменты наших зрителей. Очень приятно, что среди наших зрителей есть люди, которые так тонко разбираются и в науке. И, собственно, хорошо разбираются в кожу. Спасибо вам большое. Друзья мои, ну что, остается сказать вам 5 минут основы для закрытия нашей выставки сегодня. Это совсем не означает, что вы закрылись надолго. Завтра, как гласит программа нашей выставки, она говорит о том, что ровно в 11 часов утра завтра открывается выставка. И если у вас есть время, если вы сегодня уже потратили свои силы, поберегите их. Приходите завтра в финал. Посмотрите на лучших кошек, которые появятся здесь, на этой сцене, в конце завтрашнего дня. Мы очень благодарим вас за то, что вы вместе с нами провели этот день, за то, что вы поддержали нас своим интеллектом. Я вижу, что вот кто-то завел себе питомца, а кто-то, быть может, уже получил подарок от компании «Роял Камин». А кто-то, быть может, со своим питомцем уже завоевал самый большой, самый главный приз в их жизни. Что будет дальше, зависит от вас. Спасибо вам за внимание. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»